МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти новости исключительно по-русски. Для тех десятков тысяч жителей Литвы, которые сегодня в них нуждаются. Ну а по-литовски вы можете посмотреть на главном телеканале нашей семьи ТВ-3. А сегодня в выпуске расскажем. За пять лет жители переплатили за электроэнергию суммарно 160 миллионов евро. Госкомпания, которая взимала переплату, деньги пустила на дивиденды. Сейчас обвиняет во всем Совет по регулированию энергетики. А деньги жителям готовы вернуть разве что в течение следующих 15 лет. Инфляция продолжает замедляться, но цены в магазинах на основные товары дешеветь не спешат. Экономисты замечают, что торговцы не склонны терять сверхприбыли. И чаще манипулируют ценами с помощью всевозможных акций и распродаж. После инцидента на подводном газопроводе в Балтийском море страны региона поспешили усиливать охрану своей критической инфраструктуры. Литва не исключение. Впервые продемонстрировано, как работают подводные сонары, способные обнаружить водолазов-диверсантов. Скачал и посмотрел фильм в интернете на пиратском сервисе «Плати штраф в размере сотен евро». И никакие отговорки, что кнопку случайно нажал ребенок, не помогут. В Литве за день сотни жителей могут получить такие штрафы. А в случае пиратства киберинспекторы теперь видят, как на ладони. Литовские ученые создали уникальную жевательную резинку, которая помогает бороться с простудой. Этот продукт еще не появился в продаже, но специалисты уверены, что он особенно придется по душе детям. Как выяснил на этой неделе государственный контроль, госпредприятие «Эсса» взимало переплату с потребителей за электроэнергию и суммарно задолжало населению 160 миллионов евро. Каждый человек в среднем переплатил по 90 евро. Часть этих денег в предприятие отправила на дивиденды. А вернуть долг жителям теперь намерено лишь в течение следующих 15 лет. Генеральная прокуратура заинтересовалась такой формой ведения бизнеса. 160 миллионов евро – такова сумма задолженности «Эссу» перед потребителями за электроэнергию, поставленную с 2016 по 2021 годы. И оказалось, что собрав с населения больше денег, чем было положено, компания выплатила дивидендов на еще большую сумму – 260 миллионов евро. Сумма дивидендов за упомянутый период составила 258 миллионов евро. А поскольку на 90% акционерам является государство, то эти средства вернулись в госбюджет. Теперь глава компании уверяет, что вернуть долги потребителям предприятие быстро не в состоянии. Появившаяся из-за регуляционных решений разница будет возвращена потребителям через тариф по распределению. Срок возврата может быть и короче, если это позволят финансовое положение и регулятор. Однако не спешаще вернуть полторы сотни миллионов евро потребителям руководство предприятия для себя деньги похоже находит. Например, зарплата главы компании составляет 12 тысяч евро, а это значит 7200 евро на руки. Когда с потребителей взимались лишние средства, компанией руководил Миндогус Кейзерис. Его зарплата составляла 11 тысяч евро, а это более 6500 евро после уплаты налогов. Я не думаю, что здесь вообще есть какая-то ответственность. Это скорее рутинная деятельность, другое отношение к ней, другое отношение со стороны регулятора и другие отношения с компанией. Вину за образовавшийся долг в размере 160 миллионов евро перед потребителями как Эссу, так и руководящая ей госкорпорацией ГНИТИС взваливают на госсовет по регулированию энергетики. Якобы он задним числом поменял методику подсчета, из-за чего и появилась эта огромная переплата со стороны обычных жителей. Эссу из-за этого даже подала в суд, но потом иск отозвала, поскольку договорилась с регулятором вернуть долг населению в ближайшие 15 лет. На наш взгляд информация, предоставленная госконтролем, серьезно ввела общественность в заблуждение. Это произошло потому, что в представленной информации не было подробно описано, почему было заключено соглашение, а именно в контексте изменения методологии регулирования. Однако генпрокуратура все же заинтересовалась этой историей и решила детально изучить данные аудита госконтроля, который обнаружил гигантскую переплату. И при необходимости защитить общественный интерес. Мы готовы к сотрудничеству и активно будем предоставлять всю информацию. Нам нечего скрывать. Мы готовы все рассказать о размере самой суммы, разнице и как она образовалась. К нам пока не обращались, но мы всегда готовы к сотрудничеству, если понадобится информация и разъяснение по особенностям регулирования. Прокуратура должна интересоваться государственными деньгами, но я хочу повторить, как мы видим ситуацию. Министерство не является стороной в споре между регулятором и компанией ЭСО. Обещая все же вернуть переплату, ЭСО предупреждает, что ее часть в тарифе за киловатт-час три цента. Сумма возврата будет зависеть от потребленной электроэнергии за месяц. Дескать, каждому клиенту, который потребляет 100 киловатт-часов в месяц, компания задолжала всего-то 19 евро, а не 90, как посчитал госконтроль. Рост цен в Литве продолжает замедляться. По предварительным официальным данным, годовая инфляция товаров и услуг в октябре снизилась до 3%. По мнению экономистов, это связано не только с удешевлением сырья и энергоресурсов, но и со снижением аппетита населения. Литовские потребители стали меньше покупать, и оборот розничной торговли сократился более чем на 2%. Цены сначала поднимают, потом объявляют об акции и показывают, что якобы дешевле стало. Жительница Радвилишки с Гене пытается экономить. Она указывает на дорогие продукты питания, и если удается, пытается потратить меньше. Конечно, я и акции смотрю. Знаете ли, когда такие пенсии, как и все жители Литвы, ничего хорошего. Присматриваемся к ценам и смотрим, где подешевле. Подорожало так точно. А когда объясняют, что стало дешевле, так я этого не замечаю. Ищу акции, покупаю меньше, и только тогда, когда нужно. Нужно поэкономить. Уже смотрю, без чего можно обойтись. Даже список есть покупок. Если уж слишком сильно подорожало, тогда уже отказываюсь от такого товара. Мясо так такое, что уже смотришь. Вдруг в каком-другом магазине по акции схватишь. Последние предварительные данные по инфляции показывают, что цены в октябре выросли. Товары и услуги в среднем подорожали за месяц на 0,3% пункта. Это меньше, чем в сентябре. Однако эти темпы инфляции уже отличаются от тех, которые наблюдались год назад. В настоящее время годовой рост цен на товары и услуги замедляется, а годовая инфляция снижается и составляет 3%. Инфляция в Ритве снижается очень быстро. Это, безусловно, связано с внешними тенденциями. Сырье подешевело, энергия стала намного дешевле, чем год назад. Снизились транспортные расходы. Все эти факторы создали предпосылки для быстрого снижения инфляции. И интересно отметить, что в настоящее время инфляция в размере 3% – это значительно ниже среднего показателя в еврозоне. Это гораздо меньшая инфляция. Доходы большинства людей растут быстрее. А значит, можно сказать, что период такого быстрого роста цен практически закончился. В категории продуктов питания и напитков быстрее всего за год подорожало пиво, цена которого подскочила почти на 12%. Похожими темпами дорожали сладости и мясо. По словам экономистов, вряд ли подорожавшие продукты в конечном итоге начнут дешеветь. Они попросту перестанут так быстро дорожать. Когда стоимость энергоносителей цены на сырье упали, торговцы предпочли не снижать цены, а устраивают различные акции и скидки. Но сами цены на полках остаются прежними. Часть экономистов уверены, что к началу следующего года инфляция снизится еще больше, и Новый год мы встретим на отметке недостигающие и 2%. Тенденции на товарных рынках способствуют дальнейшему снижению инфляции. Цены на продовольственные товары снизились, а промышленные металлы резко подешевели. Экономисты отмечают, что рост цен в Литве сдерживает и статистика розничных продаж. В январе-сентябре текущего года оборот розничной торговли в Литве снизился в среднем более чем на 2%. Китайское грузовое судно, которое считают виновником поломки на газопроводе и телекоммуникационном кабеле в Балтийском море, сейчас находится в водах Северно-Ледовитого океана. Власти Финляндии заявили, что если китайское судно войдет в ее территориальные воды, то оно будет задержано. Опасаясь подобных диверсий в отношении стратегических объектов, наша страна, а также другие государства Балтийского региона усиливают меры безопасности стратегических объектов на воде. Именно по этому маршруту несколько недель назад двигалось китайское грузовое судно между Финляндией и Эстонией. И именно в этот момент был поврежден газопровод, соединяющий эти два государства. Как выяснили финские власти, у китайского грузового судна произошел умышленный или случайный сброс якоря, в результате чего и был поврежден газопровод и телекоммуникационный кабель. А вот и якорь китайского корабля, который удалось вытащить из воды. Подозрения финнов в диверсии были подкреплены тем, что впоследствии судно было зафиксировано без якоря. Сами китайцы, хоть и не взяли на себя вину, заявили, что готовы участвовать в расследовании. Китай находится в хороших отношениях с Финляндией и другими странами. Инцидент все еще расследуется. Мы надеемся, что вовлеченные стороны как можно скорее выяснят истину в соответствии с принципами объективности, беспристрастности и профессионализма. Китай также готов оказать необходимую помощь в соответствии с нормами международного права. Однако китайское судно, подозреваемое в диверсии в Балтийском море, в настоящее время пробирается через Северный Ледовитый океан, поскольку в европейских территориальных водах оно будет задержано. Более того, китайский грузовой корабль, который в настоящее время следует из России, сменил администратора судна на российскую компанию. Через Северный Ледовитый океан его будет сопровождать российский ледокол. Опасаясь диверсии со стороны РФ, в Балтийском море действует повышенный уровень угрозы. Этот зеленый квадрат – судно, которое отправилось в плавание. Когда оно движется, гидролокатор начинает его отслеживать. ВМС Литвы демонстрирует работу одного из своих новейших подводных гидролокаторов. Для того, чтобы обнаружить водолаза, требуется некоторое расстояние, а далее мы увидим, как именно он движется. Такие гидролокаторы предназначены для защиты под водой стратегически важных объектов. Предназначен для обнаружения подводных угроз, в основном – водолазов. Основной подводной инфраструктурой является электрический кабель, соединяющий Швецию и Литву. Каждый такой красный цвет представляет собой место, куда попадает звуковая волна гидролокатора. Она возвращается к прибору, и он обрабатывает эту информацию. Это помогает видеть весь рельеф местности и объекты по странам. В настоящее время Литва направляет в Балтийское море судно для периодической проверки этого важнейшего электрического кабеля, соединяющего Литву и Швецию. Все больше людей получают штрафы за нелегальное скачивание фильмов. У комиссии по радиотелевидению так много заявлений, что за один день она может оштрафовать больше сотни человек, скачавших фильмы с сайта Линкомания. Таким любителям кинолент придется заплатить по 140 евро за пиратство. Если их поймают на нелегальном скачивании фильмов во второй раз, то штраф может составить до 850 евро. Андрюс является, так сказать, охотником за кинопиратами. Вместе со своими коллегами из Литовской комиссии по радиотелевидению он ищет тех, кто нелегально скачивает и смотрит фильмы. Фильм «Парад» нелегально посмотрело 1624 человека. Всем этим людям, нелегально посмотревшим литовский фильм «Парад», грозит штраф. Если вас поймали в первый раз, то сумма взыскания составляет 140 евро. Если же во второй, то заплатить за бесплатный просмотр придется гораздо больше – 850 евро. Комиссия уже оштрафовала около 50 человек, которые нелегально скачали фильмы с сайта «Линкомания». Активная борьба с пиратством началась с июля, когда были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. До этого момента выписывать штрафы могла только полиция. Сейчас комиссия начинает расследование после получения жалоб от создателей фильмов. Создатели литовского фильма «Тумана Деймонтас» также ищут нелегальных зрителей. Только в Литве картину нелегально посмотрели около 15 тысяч человек. Мы потеряли деньги, по крайней мере, около 30 тысяч евро. А это средства, за которые можно заплатить долги, потому что при создании картины мы понесли убытки. Есть еще люди, которые работали над фильмом и компании, с которыми мы не рассчитались. По данным продакшена, около 18 миллионов человек во всем мире посмотрели этот фильм нелегально. Не стоит этого делать, стоит просто подождать. Мы сможем показать фильм бесплатно, нам не жалко. Но дайте нам на нем заработать, ведь литовский кинорынок очень маленький. Я знаю очень многих кинорежиссеров, которые даже заложили свои квартиры, чтобы получить кредит, и за эти деньги сняли фильм. Для них важно хотя бы вернуть деньги, которые инвестировали они, их друзья и знакомые. А люди не скрывают, что нелегально скачивают фильмы. Нужно признаться, иногда смотрю фильмы на Ютуб, особенно старые, как литовские, так и русские. Это все равно, что воровать. Может быть, они считают, что поступили правильно. Я думаю, это на их совести. Я раньше так делала, теперь больше не скачиваю. У нас есть айтишники, а также контакты с поставщиками онлайн-услуг. Так что у нас есть инструменты для ловли воров. Пойманная комиссия и похитители фильмов оправдываются по-разному. Большинство из них говорят, что лично они этого не делали. Может быть, это были гости или дети, может быть, соседи. Но адрес в интернете указывает именно на этого человека. Предлагаю проголосовать за наложение административного взыскания в размере половины минимального штрафа – 140 евро. Прошу проголосовать. Спасибо. Прошу голосовать. Стань, что угодно. Сейчас комиссия охотится за похитителями фильмов, но вскоре стоит опасаться и тем, кто нелегально скачивает книги и музыку. Паневежис, в котором весной бездомных снабжали продовольственными пайками и теплым жильем, теперь приглашает их согреться супом ресторанного качества. Таким образом, Паневежисский центр социального обслуживания надеется найти и побудить жителей города, оказавшихся в трудной ситуации, обратиться за помощью. Некоторые из них попросить ее не решаются или не знают, где ее искать. Специально для этой акции профессиональный повар приготовил более 100 порций супа. Ммм, вкусно. Шеф-повар и его помощник пробуют суп, который вот-вот будет готов. Очень вкусно. Достаточно вкуса. Единственное, что этот суп всегда подается только в виде пюре. Эти две огромные кастрюли супа скоро отправятся к нуждающимся. Специалист, много лет проработавший в ресторанах за рубежом и в Литве, с недавних пор обслуживает жителей дома престарелых Паневежис. В это утро повар приготовил для нуждающихся не просто суп, а французский суп пюре из картофеля и лука порея. Однако, в отличие от французского супа, к этому не будет вина. Понятно, что в ресторане он подается на тарелки с сопровождением, который мы сегодня не можем добавить, потому что мы будем разливать этот суп в несколько иных условиях. Но на вкус он будет таким же, как и в ресторане. Пока суп добирается до места назначения, собираются первые дегустаторы. Я слышал, как в ресторане, только они сказали, что вино не будут добавлять. А надо ли? Конечно, как без него? Римас, не имеющий постоянного места жительства, откровенничает. Горячий суп – это хорошо, но больше всего не хватает чего-то другого. Деньжат. Артурас, живущий на пособие по инвалидности, тоже ждет суп. От нечего делать, я не голодаю. А вот Арвидас наслаждается порцией горячего супа. Мужчина признается, что на его пенсию прожить трудно. Порой приходится искать еду в мусорных контейнерах. Осталось 4 евро 20 центов на три недели. Делать нечего. Стараюсь покупать все со скидками, но это все равно сложно. Цены подскочили два года назад и не снижаются. Согреть бедных супом – идея Поневежиского центра социального обслуживания. Цель акции – напомнить людям, что помощь продуктами питания, временным жильем и другими социальными услугами доступна всем, кто в этом нуждается. Ниоля берет теплый суп для себя и подруги. Лекарства очень дорогие. Боже мой, идешь и покупаешь лекарства, и на еду не остается. Это не просто банка супа. Это сообщение соседу, знакомому, а может быть, просто встречному нищему о том, что можно найти помощь. Людям просто тяжело в последнее время. Им нужна какая-то помощь, а они не решаются к нам прийти. Поэтому мы и призываем их не бояться. Но не все решаются прийти даже за теплым супом. Знаете что, извините, я больше не хочу говорить. В прошлом году сотрудники Поневежиского центра социального обслуживания заманивали бездомных и малоимущих продуктовыми наборами и приглашали их хотя бы погреться, принять ванну или переночевать. Некоторые из них пользуются помощью и сегодня. Юдам! Бедлюкам подесь! Поехали! Государство поможет беднякам! В преддверии Дня всех святых молодые и пожилые люди собираются на кладбищах по всей стране, чтобы привести в порядок заброшенные могилы и зажечь свечи. В Вильнюсе одна из компаний, оказывающая ритуальные услуги, придумала устанавливать деревянные кресты для людей, которых хоронит за государственные деньги. Предприниматели говорят, что таким образом решили показать, что есть еще и нематериальные ценности. Работники компании, предоставляющие ритуальные услуги, устанавливают кресты на заброшенных могилах столичного кладбища Корвялишкес. До сих пор там, где государство хоронило людей, обделенных судьбой и мертворожденных, стояли вот такие столбы с табличками. Перед Днём всех святых бизнесмены предложили за свой счет установить деревянные кресты. Стоимость каждого такого креста около 50 евро. Мы будем делать все поэтапно. Первым делом мы обновим 20 могил. Наш мир становится очень материальным, и мы решили показать, что есть еще настоящие ценности. Сначала планируют привести в порядок те могилы, в которых известно, кто похоронен. Затем, получив информацию от компании, обслуживающей кладбище, предприниматели займутся и теми могилами, от которых осталось лишь небольшое возвышение. Дерево давно сгнило, и надписей не осталось. Мы предоставили всю информацию для оформления табличек, из книг, из архивов, то, что нашли. Если известно имя, или даже неизвестно, то свидетельство о смерти все равно выдается. И тогда уже под данным свидетельства пишется номер на табличке «Крестан». По мнению инициаторов идеи, так кладбище будет выглядеть аккуратнее, и, возможно, больше родственников захотят ухаживать за могилами. Пока взрослые убирают территорию, школьники работают в другом месте кладбища. Здесь учащиеся двух столичных школ, дети с ограниченными возможностями из вильнюсской школы «Щила» и ученики вильнюсской прогимназии «Видунаса», которая дружит много лет. «Бывает, что люди не убирают могилу, и она вся в листьях и неухоженная. И никто не убирает, поэтому мы приводим в порядок эти могилы. Так как все люди стараются, я тоже хочу поработать». А еще говорят, здорово быть на свежем воздухе с таким количеством детей. «Весело». «Почему?» «Много друзей». «Каждый год мы стараемся заниматься общественной работой. В один год мы составляем букеты и относим их на заброшенные могилы. В другой – просто ходим зажигать свечи. В этом году у нас возникла идея сделать что-то хорошее вместе с учениками общеобразовательной школы. И так мы пришли к этому субботнику». «Мы сотрудничаем с вильнюсской школой «Щила». Хотим быть вместе с ними, хотим учиться толерантности и, конечно, делать какие-то дела и добрые поступки». Приведя в порядок могилы, дети поставили на заброшенных могилах свечи, которые принесли из дома. «С началом холодного сезона все больше людей страдают от насморка и кашля. Взрослые достают лекарства или лечатся народными методами. А вот детям сложнее. Не каждого заставишь проглотить горькую пилюлю или невкусный травяной чай. Поэтому исследователи из Университета наук о здоровье разрабатывают жвачку от насморка. Разумеется, взрослые тоже смогут ею воспользоваться. Эти жевательные резинки со вкусом тимьяна, клюквы или айвового сиропа, как утверждают специалисты, будут снимать симптомы простуды». С наступлением холодов люди все чаще жалуются на насморк, хриплый голос, вершение в горле и кашель. И если для взрослых нет проблем с приемом лекарств, то для детей это сложная задача. Поэтому исследователи из Университета наук о здоровье разрабатывают жевательные резинки от кашля. «Создаем жевательные резинки, жевательные гелевые таблетки». Здесь в лаборатории фармацевтического факультета рождаются прототипы жевательных резинок. «Мы растапливаем желатин». Ученые занимаются этим вопросом несколько лет. «Когда я начала работать с эфирным маслом мускатного ореха у меня возникла идея использовать его в гелевых таблетках. А чтобы они были вкусными, мы ароматизировали их сиропами. Мы решили развить эту идею и сделать гелевые таблетки для облегчения симптомов простуды». В них также используется экстракт мускатного ореха. «В качестве консерванта для увеличения срока годности». А для облегчения симптомов простуды и отхаркивания добавляют различные сиропы, приготовленные из экстрактов лекарственных растений. Считается, что наиболее эффективен чабрец, но используют и другие лекарственные растения. «Здесь представлены сиропы из айвы, чабреца, клюквы и ели. Они придадут жевательным резинкам не только приятный вкус, но и обогатят их витаминами». Исследования показали, что употребление такого продукта не только уменьшает неприятные симптомы простуды, но и укрепляет организм. «Сами экстракты очень богаты витаминами. Витамин С очень важен для иммунитета. К тому же они обладают антиоксидантными свойствами, которые мы сами изучали. Это делает гелевые таблетки привлекательными, поскольку они могут уменьшить симптомы простуды и укрепить иммунитет». В последние годы особую популярность на рынке приобрели жевательные БАДы в гелевой форме в виде жевательных резинок. Это уже не просто сладости, но и витамины. Однако, как говорят ученые, до сих пор не существовало жевательных резинок от простуды. А ведь их гораздо удобнее принимать, чем сироп или обычные таблетки. «Их легко принимать. Они вкусные, красивые. Их не надо запивать. Легко усваиваются и дают хороший эффект. Количество экстракта и других активных веществ дозируется сразу, тогда как, например, сироп приходится наливать в ложку, отмерять, потом эту ложку мыть». А для детей это настоящая радость. Любимый персонаж, животное или цветок может лечить простуду. «Можно сделать гелевые таблетки разной формы. Дракончики, мишки, цветочки и многие другие». Эти жевательные резинки подходят для большинства пациентов, от малышей до пожилых людей. Они будут не лекарствами, а дополнительным средством, помогающим справиться с простудой. «Жевательные формы рекомендуются для детей от трех лет, так как маленькие дети могут подавиться. Эти гелевые таблетки для детей от трех лет и старше». В настоящее время ученые совершенствуют технологию изготовления жевательных резинок и пока неизвестно, когда они поступят в продажу. Но хочется верить, что в ближайшее время. «Я погоден на ближайшие дни, а точнее уже на выходные. Здравствуйте, Наглис». Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, наши зрители. Ну вот, смотрю, в соседней стране Польши сегодня достаточно уже тепло и выходные тоже будут теплыми. Ждать ли нам таких прелестей в Литве? Ждать. Будут. Не сразу, но будут. Оттолкнемся, конечно, от дня сегодняшнего и поскачем вперед в будущее. Сегодня Вильнюс, вся восточная часть Литвы пасмурная. Ну, дождя не было, либо где-нибудь был очень слабый. Скорее всего, морозь. Если переместимся на Джимейти, то же самое. Вот эта вот крышка облачная висит на Джимейти, ну и висит, и все. Спокойная такая осенняя погода. И побережье Клэпида, то же самое. Спокойная серая погода. Давайте посмотрим, что будет дальше. А дальше вот будут интересные явления. Один циклон уходит, все, его уже не будет. Другой придет не завтра, а послезавтра. А завтра вот этот промежуток между двумя этими циклонами. И здесь будет очень такая вот спокойная погода вот между ними. Серая, спокойная, мало осадков. Основные осадки уйдут вот там на юг, вот через Белоруссию, Украину зацепят. В Литве не будет осадков. И тепло очень неравномерное. Вот Балтийские страны, особенно севернее Литвы, уже такой морозит, слабенький, а в Украине еще достаточно тепло. Это все скоро, вскоре переменится. Но давайте о Литве в ближайшие сутки. Вот Литва будет спокойная, серая погода. Ночью смешанные осадки, это будет либо слабый дождик, либо морозь, одна-другая снежинка слабенькая, ну кое-где вот такие вот капнят и все. Завтра днем то же самое, только снежинок не будет. И температура этой ночью будет от преобладать будет 1-3 градуса тепла. На севере где-то может быть чуть ниже нуля, значит там может быть даже гололед. А на юге до 4-х тепла. И завтра днем 2-4 градуса тепла. Вот такая спокойная серая погода. В воскресенье начинаются интересные вещи. Этот циклон подходит и начинается южный ветер. Ночью слабенький морозец, а днем будет от 4-5 градусов на севере до 9-11 на юге. В понедельник и придут осадки еще днем, ночь спокойная, а днем придут осадки в большую часть Литвы. Скорее всего дождь, но могут быть и смешанные осадки. Особенно в западной части Литвы мокрый снег может прийти. В понедельник осадки такие аспорадические, скорее всего слабый дождь или морозь, и температура будет подниматься днем до 11-13 градусов тепла. Ночь тоже теплая, 9-11 градусов. Это очень высокая температура, но, к сожалению, праздник ненадолго, во вторник это все тепло уже уйдет и опять придет такая погода, к которой мы привыкли. И вообще на следующей неделе будет карусель, может быть и минусовая температура, потом опять плюсовая. В общем, уточним в понедельник. Не успели насладиться осенью, уже нужно готовиться к зиме. Спасибо Наглис большое за комментарий. Спасибо нашим зрителям. Друзья, кстати, хочу напомнить, что в ночь субботу на воскресенье Литва переходит на зимнее время. А значит, не забудьте перевести свои часы на час назад. Хороших всем выходных. До встречи. Редактор субтитров Корректор А.